Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем играть в Metro Exodus. Итак, друзья, мы с вами побродили, да, побродили здесь, нашли просто, ну, такой хороший лут, на самом деле, вот такой вот дробовик я нашел, наконец-то, я мечтал о нем, ну сколько я мечтал, 6 патронов. Нашли мы с вами четырехзарядный пистолет, но он стрелял по две пули, и, в общем, капец, это невыгодно было. Сейчас, как вы поняли, у нас все будет отлично, все, забибись. Всем, в общем, приятного просмотра и приятного аппетита. Так, друзья, куда мы с вами выдвигаемся? А все? Все, ребят, пойдем на сюжетное задание, все. Единственное, я только буханку, блин, оставил, то есть, видите, я что-то такой посмотрел, а совсем недалеко база была этих бандюганов, поэтому решил пешочком пройтись. Потом, естественно, я пошел до дробов, тоже там немного надо было пройти, ну и еще немного до вот этого аэропорта или как он. А в итоге, фу, паучки, а в итоге мы, смотрите, куда, в какую попу просто ушли. О, видали? Ну, хотя не так, не так уж. Тут очень круто сделано все-таки несколько локаций, я не знаю еще, что у нас там впереди, но, блин, это так круто, серьезно, я сейчас играю и наслаждаюсь. Вот, казалось бы, чуть-чуть там какие-то схожести с Far Cry начались, но, знаете, с Far Cry вторым, да. Если вы не помните, второй Far Cry вот как раз похожий, похожий был. Как раз карту вот эту вот надо было доставать, в общем, мне он нравился, нравился. И на машине также, в общем, блин, он третий тоже на машине, четвертый на машине, пятый на машине, ну, да, он на машине. Вот, но чего-то захотелось новенького и, блин, хопа, Metro Exodus. Я думаю, она будет, как бы, на игру года тянуть, серьезно. Единственное, только многие засрали отзывы именно тем, что она в стиме не выйдет. Ну да, это печально, на самом деле, новость, потому что, ну, ну, е-мое, ну почему, зачем так делать? Но игра по-настоящему просто офигенна. Она именно вот для русских, чтобы мы поиграли, посмотрели, насладились. Ну, где вот такие игры еще, да, найдешь? Что смотришь там на буханочку родную, смотришь, а ее так, блин, можно сказать, изнасиловали в рейдерскую такую тачку превратили. Ну, это, ну, это круто. Так, сейчас с этими штуками, наверное, мы не будем связываться. А там, по-моему, эти... Прикатиполя. Ааа, офигеть, смотрите, какой эффект. Блин, ну это прикольно. Так, идем, 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 идем потихонечку. Так, ааа, блин, придется огибать, видимо. Ну, не, буханку надо раздобыть. Еще я буду без буханки вообще путешествовать, а потом нам понадобится. Или пофиг. Ну, ладно. Далеко ли она там? Как бы карта небольшая. Творим мелкие, да? Да перекати поле, давай катись. Давай катись уже. А, ну, буханка так далеко. Мы с вами быстренько побегаем. Я все бы не привыкну. Смотрите, на руках еще осталось. Воу. Все уже прошло. Сейчас посмотрим. А, нет, а там или нет? Блин, столько машин тут. И даже вот порулить нам дали. Это так круто. Смотришь и наслаждаешься. Даже... Господи. Ты что ее перевели в Epic Games? Ну, ничего. Ничего. Главное сейчас нашему паровозику надо куда-то двигаться. Здесь жить. Но, в принципе, знаете... А вот не знаю, стоит ли тут жить или нет. Так. Аня, как ты там? Ну-ка, давайте заглянем, посмотрим. А, она уже... Все ее не... Что? Почему они... Ну, ну ладно. Всякое бывает. В общем, она... Все, угнала. А, видимо, уже на поезде. Окей. Хорошо, хоть буханку не прихватила. Давай, забираемся. Господи, фары не выключили. А точно аккумик не разрядился? Да не, чем будет буханки-то, блин. Она аж пережила атомную войну. Наши дороги, блин, ащи. Барон говорить будет. Всем слушать. Барон говорит. Так, мужики, разговор для своих. Так что лохматых отродеек подальше. Села вам хорошо прошла. Дошла до меня. Казала звонил. Мол, что я зря Егорку постовожжег. Типа Егорка был малый, четкий, редкий. А я его за какую-то байку и лохматых угромил. Подумаешь, нажрался и при рабах священное пламя подстал. Ну, Казалу понятно. Пришлось вот сейчас кончить. Тут поделать нечего. Если он кому должен был, что вы спросите? Она баба видная. Но чтобы нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непонятных больше не возникало, я так скажу. Ответьте на один вопрос. Почему они нас слушаются? Потому что боятся? Это верно. Да только страх перед человеком он делал такое. Если жизнь... Ну-ка, у нас тут даже есть фоторежим, смотрите. Режим камеры. Во, вот так вот. Скрыть интерфейс. Поле зрения можно. Смотрите, нифига, да? Глубина резкости включить. Не, не опусти. Фокусное расстояние. Тут даже вот можно. Всякая различная диафрагма. Наклон. Эээ, лучше вернуть. Блин, еще можно вот так вот путеше... Офигеть. Просто посмотрите. Артема нет. Блин, посмотрите на эту тачку. Смотрите, какая крутая она. Блин, прикольно. Хоть на превьюшку. Такое говно, что терять тебе реально нечего. То будь ты самый, что не наесть, шмырит лохматых, а бунтовать начнешь. А оно нам надо, мужики. Нет, мужики. Оно нам не надо. Дядя, что ли? Поэтому и нужна лохматов вера. Вера высшей силы. Делающий мир таким, как он есть. Делающий господина, господином. А раба, рабов. Это не человек с ружьем, а сама пустыня, сама вселенная установила этот порядок. В общем, заливает там. Не, ну это неинтересно, да? Да так себе. Я думал, он что-нибудь про нас там будет рассказывать. Нафиг с ним. Ладно. У меня просто дядя, оно нам надо говорит постоянно. Я и удивился. Посмеялся. Так. До сих пор говорит, просвещенный пламя. Блин, все так сложно. Артем, у меня домер на связи. Садись, я быстро. Ох, любите. И песок везде, Артем ему. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артем. Хорошие новости. Артем добыл карты. Молодцы. Супер. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных много. По-печему. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алеша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном. Но его условия... Неприемлемо. Юля рассказала, где источник. Но он, естественно, охраняется нефтянниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артем. Я... Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодки? Дедушка Ермак, а у вас воды совсем больше нет? Ну, где же ей взяться, дочка? Отлично. Ну, не прикос... Дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау! Спасибо! Артем, пока тебя не было, я доделал для тихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет. Ну, как? На месте особо не церемоньтесь, положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтянников, от свор и собак бродячих не отобьемся. Смотрите, они и вправду выбыли. Они чисто спят. Артем, спасибо, что зашел ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Степа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Леша с князем тоже свалились. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Ну, жалко их так. Да. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Спасибо, Артем. Блин, пойдем за водичком. Про воду ничего не слышно. Да нет. Ладно, пойдем. Пойдем, реально, надо водичку уже. Так, это вообще круто, что я буханку сюда привез. Это я молодец. Целька, блин. А то я сейчас бы обратно шел бы. Так, теперь мы знаем, где. Если что, вода. Теперь мы наконец-то можем. Так, давай, пойдем, пойдем. Сейчас, что у нас там? Ага. Куда-то... Куда-то туда, в общем. Ух ты! Нифига, мы перекати пуля. Аж наехали в него. Что-то, кстати, там написано. Какая-то вставка из газеты или что? Казак, Сергей. Что-то такое интересное. Так. Тут у нас, в принципе, недолгий. Что-то дорогу тут еще. Офигеть. Тут правильно. Да. Но мы, по-моему, там были. Смотрите, мы там еще расчистили дорогу. Но это, я так понимаю, все. Последняя локация. И мы отсюда наконец-то уезжаем. Ребята. Ой, да. Вот так вот хреначем. Блин, как же прикольно. А то во всяких, блин, играх... На баги. Где ж буханки-то, а? Нет, есть, конечно, игрушка Спинтайрес. Там тоже, блин, можно погонять. Но, вы сами понимаете, совсем не то. Стрелять там нельзя. А то ты стреляешь, блин. Чисто сафари. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Да, блин, чисто прямо, по идее, надо ехать. Да и все. Че мы... Бензин есть. Отлично. Гули есть. Так, тут только единственное... Надо как-то... Чтобы не встрять. Видите, какая фигня. Объехать, что ли? Так. Блин, как они поскрипывают, а? Все такое родное, все такое знакомое. А новая буханка, кстати, полмиллиона стоит. Это капец. И ничего в ней не поменялось, а? Вообще ничего. Так, вот, маяк. Ну-ка, давай посмотрим. Так, маяк справа. Ну все, мы уже тут практически... Сейчас подъедем. Я так понимаю, все, это последняя локация, потому что мы уже все исследовали, все осмотрели здесь. Это база, скорее всего, у этого мужика. Ну, либо рядом с базой. Что-то меня уже начинает бесить немного это поскрипывание прям. Так. Гейзер эти. Проехать, блин, надо. Надо было вот той все-таки дорогой ехать. Еще я, блин, свернул. Сейчас попробую проедть все по ним. Какими-то своими путями едем. Как он сказал, можно туда незаметно пробраться, но... Приехал. Блин, хрен попадешь. Проще уж по ним стрелять. По этим почкам вообще невозможно. Блин, простите, простите. Я даже не понял. Я такой еду-еду-еду. Я думаю, их встречу сейчас наших имеется в виду. А не вон где. Вот автосохранение пошло. Вон. Да потихоньку. Пока тебя не было, я тут немного разведал. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но, как в пещере, гейзеры открылись, им пришлось уходить. Как ты понял, Крест... Черный вход. Вход. Давай вниз! А? Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Ну, давай. Ай, прошу прощения, ребят. Ну и шум! Уши закладывает! Да уж, получилось забавно. Что это там? А, шайдан! А у него, кстати, такая же пушка, смотрите. Фух, блин! Вот, Елена Шоу. Да. Немного тут осталось. Я ведь, когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно. Аккуратно. Так, вижу, куда нам. Ага, а вот и вход. Подсадей, братишка. То не могу как-то. Ну, там, если что, можно вроде как обойти, поэтому... Так, ну, теперь мы можем с вами пройти. Нифига, ты толстенький. Аж разрушилась. Ну, без фонаря-то понятно. О, смотрите. Маски! Да, война и вправду загнала нас в каменный век. Вплоть до наскальных росписей. Долго они тут держались. Эх, нам бы пораньше сюда добраться. О-о, взвал. Повезло нам. Пройти все же можно. Угу. Вау. Офигеть. И вправду город. Смотрите, построенный. Мы как бы должны были, наверное, после него идти и такие, вау-вау, оба сказать, но... Он долго просто слишком идет. Сколько же тут народу жило? Кругом, постройки какие-то. Попробуем обойти. Горячо! О-па. Мужик. Это каннибал? А, нет, они каннибалы. Кажется, все. Ну, погнали дальше. Хамелеоны, что? Они как-то спрятались так? Я даже не понял, как они так... Блин. Еще и невидимки, но это... Но это уже... Слышишь? А, не-не-не. А, это... Это что у тебя такое? Понял. Мистеру я Luck-1-2-3-8-1-1-2-4-3-1-4-1-2-4-1-4-2-1-4-1-4-2-1-4-1-4-1-5-6-2-5-3-4-1-4-1-4-1-4-1-4-0-4-1. Итон, доставку 2-6-4-2-4-2-5-1-3-4-1-4-1-4-1. Спасибо, братиш, прикрыл Да, они что-то долго убиваются Прикладиком-то А ну? О, жидкое золото Да вон сейчас увидим Вроде сюда Так, воздух вроде чистый Снимай маски Опачки А это где мы? Ну что, дальше только ползком Вот оно где мы Гель говорит Нефтяники местными вертят как хотят Так что Давай попробуем сработать тихо Без невинных жертв Они ведь тут как рабы Смотри, вода Вон, видишь, машина Я наверх и возле нее спрячусь Ворота похожи и звон, то и башни управляются Когда откроешь я по газам и на выход А ты прыгай на цистерну Удачи И постарайся, чтобы никто кроме нефтяников не пострадал Так окей Блин, они тоже как противники, да, отмечаются Вот сразу бы вот так вот Хопа, сделать и все Удачи Возьмите! Вода росла от тебя! Эй, ты, пандырная! Шевелись на! Чёрная! Эй, эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! 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 Вот единственный, знаете, минус, то, что мы не по стелсу, это диалоги вот такие. Вот вы любите диалогов противников? Так. Тихо. Ну, странные они какие-то. Как вот так можно не умереть? Не пойму. Не понимаю. Да ладно, я думаю, никто не пострадает. Всё равно. Мы же не стреляем в них. А чё, они будут расстреливать рабов? Кто им будут качать? Они не настолько дебилы. Небилы. Так, давайте кур... Чуть в него не выстрелил. Да, вот только единственный... Ух ты, блин. Ну ты, блин, осторожней. Сейчас заберу. Какой-то прикольный ствол у него-то. Держи! Я прикрою! Давно пора. О, красавица. Ну, блин, как прикольно было. Артём, открой ворота, а я машину заведу пока. Так. Да, тихо не вышло. Но они получили по заслугам. Ну, один раб всё-таки умер, да? Не трогай, хотя увидишь, как напуганы. Не пойдут. Да, не так я себе всё представлял. Да ладно тебе! Сам не знаю, на что надеялся, когда из Москвы уезжали. Куда ни подайся, везде одно и то же. Война, она и в Африке война. Ну, и здесь понятно. Сильные везде слабого подомнёт. В Москве фашисты, ганзы, красные. На Волге Силантии, а тут огнепоклонники эти. Так всю жизнь можно скитаться, а счастье так и не найти. Но, может, ещё не всё потеряно? Да, ты прав. Так, ладно. Вода нам нужна, пойдём. Пусть нам теперь деваться. Да вот... Так, нам надо как-то, блин, запрыгнуть, я уж не пойму. Где, где наш... А чё я, кстати, не могу посмотреть? Я машину проверил уже, вроде на ходу. Топливо есть. До Авроры точно доедем. Ну, там просто метка. Так, радио здесь и всё. Артём, давай в темпе! Вдруг они подмогу вызвали! Да я, блин, не пойму! А, ладно. Наверное, где-то тут. Мужики, я не пойму, куда идти-то, блин. Да ладно. Да ладно. И всё, вот. 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 Держись. Еле прорвались. Вдруг Etienne. Ну, хоть от нас, рабы, не пострадали. Ну что, погони вроде нет. Осталось до облора доехать. Что, вымотался, Артёр? Ясное дело. Ну, отдохни тогда, братишка. Так, что-то, блин, эээ, меня даже не разбудили. Нас выстрел должны берут. Давно не спали, раз. Так, бойцов у нас мало. Хотя, не, погодите, они... Так, ну погнали. Камазик. Блин, что-то разбирать надо, вот единственное. Там их дофига еще. Ну, как бы к вам уже тут зашел, нифига у вас всяких фигней. Так. Че, один, что ли, остался? Ребят, я их, по-моему, всех перебил. Конечно, точно не уверен, но... Ну, по-моему, да. Все. Прекратить огонь! Все целы! Да! Вот что бывает, если меня разбудить. Сэм, проверь нападавших. Останешься там наблюдать за подходами. Есть! Все ко мне! Блин, как он клево выглядит. Как он просто клево... Так, быстрое сохранение. Давайте вот режим. Сейчас. Режим камеры, скрыть интерфейс. Ну, блин, только единственное, этого не хватает. Фокус на расстояние. Ну-ка, погоди, авто. Где тут фокус? Наклон. Блин, что-то он их фигово получается. Я не знаю, почему. И этот тоже. Ну, такие получаются. Не хотела ли, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона заводу. Сколько же их всего тогда? Семь сотен, думаю. Ого! Да, ну, знаешь, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Сашауле километров на пять уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много не был, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак-крест. Готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой. И сливайте топливо из машин. Артем, Дамир, на вас самое сложное. Угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята. Аня, идиот, ТТ-шник. Ребята, сворачиваем лагерь. Не забудь проверить снаряжение, подготовиться перед тем, как отправляться. Так, ну все. Мы же все попробовать договориться. Да пробовал. Не вышло. Он плату с женщинами принимает. Че, серьезно ж? Офигеть. По-парту. Мы вот уезжать собираемся, а я все думаю про бедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Представляешь, не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец, все-таки. Пыль это чертово. Скорее бы отсюда свалить. Блин, как это круто. Реально безумный Макс. Молеесть там нарожен. Мне нужен живой муж, а не мертвый. Ой, писает она. Блин, ребят, немного пописывает. Вы чего-нибудь. Так, и че там? А, понятно. Должны выдержать. Помпу у нас так свесильного давления не дадут. Разве только запах будет, но это ничего. На перекачиваю. Перекинем на крышу, а потом и нормальный трубопровод соберем. А ты, тебе молоток запасливый. Он ажат трупы везет. Это ж, да, из самой Москвы такой груз. Ха-ха-ха. Запас карман не тянет. Вишь, пригодились. Ну и ганзы богатые. Такой ремкомплект на каждый рейс выдавали. Может, было второй паровоз собрать. Хм. О, так, цельный паровоз собрать можно. А на Валке-то этот не хватило починить. Такая штука прикольная. Так, ну ладно, давайте тогда вперед. Вроде послушали все диалоги. Так, ну давай. Вперед. Должны сейчас мы с вами сделать все как надо. Ну блин, постоянно я смотрю на карту, простите. Ребят. Ах, так разъезжать, а. Как же круто. Вот я сейчас так говорю, а вдруг какой-нибудь, не знаю, водитель как раз в буханке меня смотрит и думает, вот блин, чё несёт? Чё он вообще несёт? Я вот водил, у меня там стаж лет десять. С буханкой. Она ломается каждый день. Была бы у тебя... О, господи. Совсем по-другому бы говорил. В чем-то, наверное, вот так. Так, чё у нас там? Можно было по мосту проехать. Ну правильно, вон. Всё отлично, ребят, всё идеально. Только, блин, буря. Вообще не вовремя. Солнце это ещё, песок. Ну, хорошо, что, ребят, я на уровне. Конечно, тут солнца не видно, но... Блин, пустыня вот... Вообще не вовремя. Фига вы быстрые, блин. Сварог нефть. Так. Ну чё, ребята? Зуба. Зуба. Ворота ещё через Зиндан. Подземелье. Можно идти. Там Мунай Вайлер рабы держит. Да. В общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдёшь к ним в тыл. Выбираем второй вариант. Пойдём. Проведём тебя. Ну что ж, друзья. На этом мы с вами пока что заканчиваем. Но не переживайте, потому что в следующей серии уже мы на подходе. Очень-очень скоро будет. Не забудьте про лайкосик. А на этом всё. Бай-бай, дорогие друзья.